всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы продолжить серию роликов которые посвящены работе с плейбэками и в рамках этой серии кстати кто не видел мне уже два видео на эту тему выходила если что ссылку оставлю в описании к этому ролику в рамках работы с плейбэками я также часто использую одну очень полезную функцию внутри лоджика которую вы можете использовать не только при работе с плейбэками а также и просто при работе в проекте то есть с одной песней но я это для меня это максимальная пользу получила именно вот в работе с плейбэками с проектами для подготовки плейбэков то есть еще раз повторюсь я более подробно рассказывал что к чему в этом проекте у меня в предыдущих роликах поэтому посмотрите здесь я на этом останавливаться не буду но суть такова что я хочу вам показать функцию о том как нормализировать дорожки а точнее регионы для того чтобы у них была единая громкость то есть у меня здесь ситуация такая что у меня здесь есть несколько песен каждый из которых состоит из одного набора с каждой группы инструментов то есть месяц ритм-гитара у меня есть хамон торган фортепиано ну где-то она есть это нет и самый главный есть основной голос и есть бэк-вокал все это делалось естественно в разных проектах то есть это были разные песни с разными записями я все просто выводил как оно было в проекте с фейдерами в ноль но все равно громкости плюс-минус где-то разные то есть где-то хамон например орган громче где-то тише и на слух там прыгать между песнями и слушать чтобы все плюс-минус ровно звучало это не очень удобно то есть задача выровнять исходные скажи так регионы тех или иных инструментов между собой от песни к песне ну настолько выровнять насколько это возможно чтобы не было такого что на концерте вас вдруг какой-то песня начинает шарашить бэки или там например гитара вдруг начинает вылезать какой-то песни чтобы звукорежиссер например во время концерта на это не отвлекался ну то есть чтобы проект с плейбэками звучал максимально однородно то есть это главная задача и вот давайте в этом видео я вам и покажу как это можно сделать с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке но после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывай обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику и так давайте прям на примере вокалов то есть что я сделаю я сейчас открою все свои дорожки с вокалами которые у меня есть и выберу у каждой песни дорожку с лид вокалами здесь все помечено лид вокс сейчас мы их выберем они все так это не то они у меня все идут на общую шину то есть обрабатываются единые шины и соответственно эта шина потом выводится на микшер и отдается звукорежиссера чтобы за курсер мог сам баланс и групп вот этих инструментов отстраивать в разное время поэтому здесь все мне нужно максимально однородным сделать чтобы за курсер потом было удобно все это время времени обрабатывать так я вы выделил все треки ну и соответственно все регионы относящиеся к лид вокалу и теперь есть функция такая то есть нажимаем functions и здесь есть нормалайс риджан гейн и у нас открывается такое окошко в котором мы можем выбрать собственно что будет происходить и давайте пройдемся по варианты на коллектив selection здесь в чем суть то есть он вы получается все что выделено logic будет одновременно анализировать и приводить к какому-то некому усредненному значению общему то есть если у вас например есть здесь вы можете кстати поставить level все зависит от того от алгоритма то есть это пиковое значение либо loudness меня интересует loudness потому что это вокал здесь очень длинные песни то есть здесь мне вот эти короткие пики не так интересует на интересует именно общая средняя громкость но или можно сказать рмс громкость то есть такая некая средняя громкость для каждого трека поэтому пик меня здесь не интересует пик будет актуален никаких ты более мелких отрезках временных то есть если вы работаете там сэмплами или с ваншот сэмплами чтобы их быстро выровнять то вам скорее все пик режим понадобится я здесь работаю сразу с целыми композициями, то есть целыми песнями вокальными линиями, поэтому мне нужно просто выбрать loudness то есть общую громкость, так вот если у меня стоит collective selection, как сейчас то logic просто просканирует все вот эти выбранные мной файлы и ну скажем так у них у всех замеряет громкость в люксах, в данном случае LUFS и эту громкость приведет к тому к той цели, которую я вот здесь в пункте target level установлю, а в моем случае то есть то, что я вам написал выше что я хочу добиться, это не сработает почему? потому что logic будет воспринимать все вот эти выбранные мной 18 регионов, как единое целое допустим, они все вместе звучат на уровне там минус 25 допустим, и он просто каждый регион на 2 децибела поднимет, чтобы в среднем все вот эти 18 регионов, если их от начала до конца прослушать выдавали там минус 23 в данном случае да, мне это не подходит поэтому мне нужно выбирать естественно не collective selection а individual regions то есть я выделяю, выбираю отдельные регионы вот которые у меня выбраны и вот теперь logic будет каждый регион независимо измерять и смотреть, подходит ли он под ту громкость, которая мне нужна ну и соответственно выбрав их все я могу поставить ну например здесь минус ну допустим минус 20 на самом деле здесь громкость мне не так важна главное, чтобы просто не было перегрузок потому что все равно потом я могу общую громкость поставить то есть выбрать все регионы и уже их все одновременно сделать громче или тише либо используя шину общую на которую они идут либо общий гейн у них поменять это не так важно у меня сейчас задача именно чтобы logic поставил такое некое среднее значение между всеми регионами все, ставлю минус 20 нажимаю давайте поставим на всех случаях минус 20 нажимаю apply и после чего logic сейчас сделает такое некое вычисление закадровое и посмотрим то есть здесь у нас вот этот вокал опустился на минус 7 давайте посмотрим здесь здесь на минус 6 и 7 здесь посмотрим здесь тоже минус 7 здесь минус 6 и 8 то есть все зависит от плотности вокала в той или иной песне здесь минус 6 и 9 ну то есть плюс-минус приблизительно где-то одно потому что я все-таки старался с одной громкостью выводить и все писалось примерно на одних тех же настройках но в вашем случае это может быть иначе то есть здесь у нас 6 и 8 вот мы видим ну то есть в любом случае какое-то некое единое значение было установлено в вашем случае то есть у вас изначально треки очень сильно друг от друга отличались эти значения могут гораздо сильно разниться то есть у вас может гораздо сильнее точнее то есть у вас может быть что-то минус 2 что-то даже плюс то есть если слишком тихо то есть для некого такого среднего значения будет меняться это очень удобно и уже дальше вы можете с этим работать то есть брать, слушать где-то конечно в каких-то отдельных случаях может подправлять но как правило это очень хорошая стартовая позиция для того чтобы выровнять вот эти самые гейны и я напомню что это именно гейн то есть это не ручка громкости На треке Это именно гейн самого региона То есть, если у вас стоит какая-то общая обработка Как у меня, например, на шине стоит На вокале у меня стоит здесь диэссер Эквалайзер, компрессор То, соответственно, эта цепочка эффектов Будет работать однородно для всех этих Партий Несмотря на то, что песни разные Треки разные, записывались в разные дни То есть, все это будет В данном случае очень удобно И очень удачно работать Вот, то есть, ну, вы поняли, я думаю В чем смысл Пользуйтесь этой функцией, то есть, напомню, что она находится здесь Normalize Region Gain То есть, это очень здорово, очень удобная фишка И можно и пользоваться Таким образом выравнивать громкость Отдельных регионов, будь то на одной дорожке Или на разных дорожках, то есть, чтобы в проекте Была какая-то некая Такая усредненная громкость у разных элементов Что ж, пишите обязательно В комментариях, как вам Было ли полезен данный урок Также всегда пишите мне вопросы По лоджику, самые интересные вопросы Я всегда разбираю на этом канале Поэтому обязательно подписывайтесь на канал Лоджик прохелп и ставьте колокольчик Чтобы не пропускать новые видео И присоединяйтесь к нам в телеграм-чате Если вы еще не там У нас там уже полторы тысячи человек Ссылка также будет в описании Подключайтесь Помимо того, вы получите очень много всяких бесплатных материалов Плагинов, сэмплов Полезных советов И много-много чего еще И, конечно же, доступ к нашему чату Где мы все общаемся Обмениваемся опытом работы с лоджиком С плагинами Помогаем друг другу в каких-то сложностях В общем, я там тоже всегда на связи То есть, всегда собираю ваши интересные вопросы Отвечаю Если на что-то не могу ответить текстом Записываю ролик И выкладываюсь потом сюда на канал В общем, давайте вместе участвовать В создании контента Чтобы была такая прям Полезная база данных по лоджику И чтобы новым пользователям Которые приходят к нам И присоединяются К клубу пользователей лоджик Чтобы им было потом проще Познавать этот секренсер Ну, а с вами был Дмитрий Урсул Всем успехов в творчестве Увидимся с вами в следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok